Сборная России 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 Итак, менять ли ферзей Естественно, не менять Александра Играет ферзь С4 И на ферзь Б5 Находит очень классное поле Для ферзя В поле А3 Очень классный перевод Ферзя Обратите внимание Белый таким образом Увеличивает давление На пешку Е5 Черном приходится Становиться Такую, в общем-то Пассивную позицию Играет ладья Е8 И еще один Очень точный ход Ладья на Е4 Контролирует Четвертый ряд То есть она может И на С4 На Б4 На А4 Отправиться Классное подключение Ладьи После ферзь Д5 Обратите внимание Очень тоже Классический ход Большого мастера Ход А3 В таких позициях Крайне полезно Улучшить свою позицию Короля прежде всего И после А3 Александр бьет на А7 Может быть, конечно Стоило повременить И сыграть Пока ферз А4 Придерживая Такую, в общем-то Активную И положение фигур Периодически Это даже Лучше, чем Завоевать что-то Но хорошо Ферз А7 Слон Ц5 Некоторая активность Видимость активности У черных есть Ферз вернулся на А4 После Ф6 Ферз Ц4 Белая Саша Значит, схватила пешку И перешла сразу же Веншпиль Ну и Веншпиль Достаточно уверенно Свою Соперницу Обыграла Ну дальше, в общем-то Ничего такого Интересного не было В общем-то Пожелаем Александре Улучшить свою игру Потому что она была Немножко недовольна Своим выступлением Так, ну что же Следующий пример Следующий пример Пример Эншпиль Эншпиль Александр Грещук Играл против Многоопытного Болгарского Шахматиста Тоже Александра Но Делчева И в свое время Делчев тоже Был на коне Но сейчас уже Как говорится Очень много Молодежи Напирает И ветеранам Можно сказать Ветеранам Сложнее и сложнее Итак На доске Эншпиль Конь против слона У белых Лишняя пешка Но у черных Организован Так называемый Забор То есть пешка Б6 Контролирует Поля А5 и С5 Конь контролирует Поле Б5 То есть с этого фланга Белым не прорваться На этом же фланге Мы также видим Что все поля Черные контролируют Очень неплохо И вот в этой позиции Александр Великий Александр Который наш Играет Ф4 Пытаясь Таким образом Черных Скажем так Определить И вот здесь Болгарский шахматист Делает Несущественно Но достаточно Такую Серьезную ошибку Он забирает На Ф4 Прошу прощения То есть Казалось бы Это ход простой И теперь черные Всегда смогут Пешку Ф Поменять на пешку Ж Ну а дальше Уж мы защитимся Королем и конем Против пешки Д Но не тут то было Стоило конечно Просто стоить Королем дальше И как мы видим Что белые даже Не могут усилить Эту позицию Потому как В случае скажем ФЖ Они не смогут Подойти даже На Ф4 И у них не будет Вот этого Обхода Который случился В парте А любое движение Тут обход Обход короля Король начинает Своё движение Казалось бы Куда он идёт Пока не очень понятно Но сейчас Всё увидите Итак Слон Б3 Король Ж7 Также интересен Был ход Конь Е4 Но тогда Контроль Немножко бы Сбивался В любом случае Белый бы Попросили бы Коня определиться Король Ж3 Вернулся Королём Теперь на Ф4 И Движения Пока на одном И том же месте Происходили Для того Чтобы наварить И время И немножко Соперника Сопернику Сопернику Баюкать Заставить Уповерить Тоже позиция Ничейна Но на самом деле Всё далеко Не так просто Итак Конь Ф7 Слон Е6 И Александр Проводит Ж5 В этой позиции Далчев Должен был Играть Конь Е4 Ход Практически Обязателен Но тогда Белому Возможно Что-то не понравилось Возможно Что не понравилось Что пешка Встанет на Ж6 И тогда С пешкой На Ж6 И с пешкой На Д5 Слон Везде может Неприятности Осуществить Ну хорошо Давайте посмотрим Что же произошло ФЖ Король Ж5 А вот эта позиция Уже как ни странно Неприятна Возможно Стоило Перекрутиться Каким-то образом Может попробовать Коня поставить На А5 Но Опять-таки Это Положение Коня Крайне сомнительно В таких ситуациях Попытался Далчев Перебежать На ферзевый фланг Для того Чтобы обеспечить Этот забор Но Саша Точно Четкими ходами Это не дает Сделать Король Е8 Король Король Е5 Король Е7 И следует Король Д5 Король Таким образом Проникает На важное поле С6 Обратите внимание Позиция черных Становит совершенно Безнадежной Король Б7 Слон Ж4 Последний Защитительный ход О котором я говорил Черные попытались Такую стойку выбрать Но Однако Происходит Ситуация Цукцванга И По большому счету После хода Король Д8 Король Д6 Дальше Спасаться Можно было Пытаться Коном Конь С4 Но После Король С6 Конь Б2 Возникали Другие Позиции Цукцванга И Можно в некоторых Ситуациях Остаться без Этого коня Но это был Последний шанс Для черных Для того Чтобы хоть как-то Активизировать Позицию Может быть Какие-то Такие темы Возможны были Для стойки Однако Как вам Говорим В Эншпиле Всегда Цена хода Очень высока Последовал Ход Конь Б3 И Пошел Белчев В район Поле Д2 Ну а Саша Пошел Королем На Б5 После Хода Король Д6 Выяснилось Что пешка Просто-напросто Падает И Конь Б3 Уже Не помогает Из-за Очень четкого Хода Слон Ж2 Слон Таким образом Берет под контроль Большую Диагональ Не позволяя Белому Чертому Королю Приблизиться И После Коня Д4 Опять Выяснилось Что конь Пешку Не держит И Александр Побеждает Отличный Отличный Пример То есть Для того Чтобы Вы Так же Изучали Эншпиль То есть Естественно Мы Видим Что Как По ниточке По ниточке Такие Перевесы Казалось Нереализуем И Реализуются Так что Учитесь Играть Эншпиль Итак И Третий Пример От Я Не помнящего Нашего В том числе Забойщика Ян играл Против Известного Египетского Гроссминистра Амина Бассема Здесь В общем-то Была Классическая Испанская Амин Классические Такие Шахматы Периодически Играет И Вот Такая Структура Возникла Мы Видим Спокойно Провел Ян Д5 Но После Слона Ф3 Надо Бить Уже Пешкой Так как Ферзем Брать Нельзя Из-за взятия Конем На Д5 Ну И вот Такая Структура Как ни Странно Она Не Такая Простая Но У черных Должна Быть Простая Игра В плане Того Что И фигуры У них Автоматически Находят Все свои Поля У них Стандартная Игра В стиле Бинон А у Белых Несмотря На то Что Два Слона Есть У них Им Нужно Стремиться Вот Это Большинство Пешечное Привести В действие Что В общем-то Забегая Вперед И случилось Итак Ян пока Сыграл Б3 Слон Ж7 Убрал Ладью На Б1 Ладья Этого Коня Не так Просто Вести В игру Поэтому Б4 Ход Нужен Возможно Для того Чтобы Потом Впоследствии Сыграть С4 Ну и Как-то Коня Своего Активизировать Не было Возможно Спойти С4 Потому что После Б4 Коню Пришлось Б7 Опять-таки Не иметь Ходов Ян Очень Спокойно Спокойной Играет Слон Д3 Делает Спокойный Ход Слон Д3 Ферз Б6 Слон Е3 Таким Образом С4 Не дает Даже Черным Сыграть Ферз Б7 Еще Один Ход Контролирующий Движение С4 Параллельно Атакующий Пешку А6 Приходится Бас Сану Становиться В партер И Позиция Уже Неприятна Белые Продолжают Активничать Уже В центре Обратите Внимание Как за Несколько Ходов Позиция Изменила Свой Вид Поначалу Черные Контролировали Вроде Как И Поля И У них Были Перспективы Буквально Через 5 Ходов Выяснено Что Позиция Тяжелейшая Где Черные Ошиблись Но Вы можете Сами Подумать Ферз С8 Ф5 Продолжается Активная Игра Мы видим Как Чемодан Пешек Начинает Своё Наступление Уже 4 С поддержкой Коня Ж3 И Слонов Плюс Ко всему Еще Конь На Краю Доски Белые Получают Колоссальную Возможность Партию Эту Завершить Очень быстро Ладяев 1 С4 Приходится Уже Жертвовать Эту Пешку Для того Чтобы Как То Активизировать Свои Фигуры Последовал Даже Просто Спокойный Ход Слон Бет С5 Никаких Слон С2 То есть Не стал Ян Здесь Ничего Придумать Правильно Сделал Спокойно Сыграл И Лишняя Пешка И Коня Дальнейшая Чистка Королевского Фланга Ф5 Такая Стандартная Игра И нападение Пошло Ферз Ж7 Вроде Как Черные Уже Из последних Сил Держатся Им осталось Может быть Ход Ладей Е5 Сделать Еще Хоть Как-то Можно Бороться Но Следует Коварный Но Очень Сильный Ход Е5 Таким Образом Белые Открывают Слона И Слон Присмотреться Королевскому Флангу Слобе Ж6 И Выясняется Что Все Очень Плохо Для Черных И В быстром Режиме Партия Завершается Победа Яна Впоследствии В такой Позиции Басэм Сдался Классный Пример На мой Взгляд В целом Зажима И вот Такая Структура Оказалась Весьма Непростой Бывает Что Ваши Дефекты Казалось бы Структуры На самом деле Впоследствии Становится Силку И Последнюю Партию Которую Безусловно Стоит Посмотреть Это Партия Лидера Сборной Армении Раняна Ливона Против Румынской Румынского Гроссмейстера Лупу Леску Здесь Тоже Достаточно Интересная Была Борьба Мне Понравился Один Элемент Который Хочу Вам Показать Такая Непростая Дебютная Стадия В которой Безусловно Цена Хода Крайне Важна Я Честно Говорю Эту Позицию Вообще Практически Первый Раз Вижу Ливон Эту Позицию Наверняка Уже Как-то Готовил Посмотрите Что Здесь Произошло Взятие На С6 Не знаю Как оценить Эту Позицию Может Черным Стоило Здесь Пытаться Делать Активный Ход Слон Д3 Обеспечивает Таким Образом Для того Чтобы оставить Белого Короля В центре Но Все-таки Пешка На С6 В некоторых Случах Может Провиснуть Ферзь Ф6 Этот ход Наверное Казался Не таким Хорошим Потому что Ферзь на Ф6 Стоит Достаточно Неуклюж Слон Е5 Напали на Ферзя Кот Б6 Ферзь Б3 Ферзь Е6 И Аркировка Обратите Внимание Черный Король Пока Остается В центре И это Основная Главная Боль Черных Ф6 Приходится Его Пытаться Спрятать В район Поле Ф7 И тогда В целом Может быть Черным И не о чем Горевать Так как Если Фигуры Так Быстренько Выйдут Король Встанет На Ф7 Слон Выйдет На Е7 Владя На Е8 У них Уже Будет По сути Дело Искусственная Рокировка И Слабость Поле Ц5 Или Пешки Ц6 Она Будет Не Такая Существенная Ну Смотрите Ранян Подготавливает Активность По линиям Играет Ладья Е1 Король Ф7 И Ладья Ц1 Слон Пока Слона Взять Невозможно Потому Что Конь Встанет Сразу На Ж5 Объявить Вилку Поэтому Приходится Грать Ферзь Д7 И Пока Что Слон Ж3 Х5 Сыграл Лупулеску И После А4 Очень наглый Ход От Ароняна Последовал Хотя Ход Не самый лучший Стоило Предпочесть Ж5 И Белые Все-таки Имели Серьезную Инициативу Или Может Стоило Ароняну Не тратить Времени На ход Слон Ж3 А сыграть Скажем А4 Сразу Как он Хотел Потому Что Слон Здесь Также Не Не Прикосновенен Так Что После H5 А4 HG HG Ферз На G4 Мог Конечно С одной Стороны Взять Но Тогда Имелось Ввиду Видимо Ладья С6 Однако Эта Позиция Была Совершенно Неясная После Ферз H5 Черные Защищают На D5 И Угрожают Матом На H1 Здесь Позиция Совершенно Глокружительная То есть Конь H4 Король Ж8 То есть Здесь Крайне Не Просто Понять У кого Здесь Лучше Хотя К примеру Компьютер Защищает Сторон Учет Ну что Ж Такого Не Случилось Лапулеска Решил Перестраховаться Сыграл Е6 Е6 В общем Все Вроде Как Неплохо Ладья Е5 Но Выясняется Что Белые Начинают Атаковать Быстрее Их Король Как ни Странно Чуть Лучше Чем Король На Ф7 Грозит И А5 И Возможные Удары И Подключение Коня Так что Здесь Лапулеска Принимает Вызов Он играет Ферз Ж4 Пытаясь Заатаковать Белого Короля Но Посладят С6 Ферз На Аш3 Попасть Не Успевает Потому Что Белые Всегда Имеют Как Минимум Ход Ферз В Три Шах Нет Поля На Аш1 И Слада На Ж6 Можно Потерять Последов Ладья С8 И Еще Одна Совершенно Невероятная Удар На Б6 Возможно Все Это Некорректно Но Во Время Партии Поверить Можно Всему Стоило их Белый Черным Сейчас Вбросит Ладью На С1 Как Они Сделали Но После Хода Король Ж2 Ферз Х3 Король Пошел Погулять Ферз Х1 Здесь Был Правильный Ход Тогда Белые Продолжали Своё Шествие Королёв Центр И Позиция После Хода Аб Наверное Все Таки В пользу Черн То есть Ранян Конечно Перегнул Такую Создал Ситуацию Однако После Короля Ф3 После Ход Слона Ш5 И выяснилось Что После Короля Е3 Шах Король Д4 У Черных Нет Возможности Продолжать Атаку Им Немножко Не хватает Материала На Ферз Ж4 Король Был На Д5 Посмотреть Какая Колоссальная Позиция Король Где-то В центре При Совершенно Невероятном Количестве Тяжелых Фигур Держит Вот Эту Оборону Аб И Скажем Ладья Бет Е1 И Никакие Шахи Не дают Пользы Так как Король Всегда Сам Отскакивает Шах Невероятная Позиция Но Послед Ладья Е5 И После Промежуточного Шаха Ладья Е7 Ладья Бет Е7 Король Е7 Неожиданно И Слон Д6 Шах Потерялся Ферз Отличное Достижение Роняна Конечно Позиция Партия Вообще Сама По себе Она Была Яркой Ну Что ж Друзья Вот Такой Вот Была Группа С И Я Показываю Еще раз Состояние После 9 Партий Россия Уверенно Выгол Эту Группу И В Четвертьфинале Давайте Посмотрим Что Предстоит Нам Увидеть Мы Будем Бороться С победителем Пары Венгрия Германия То Есть Это Две Команды Которые В своих Группах Венгрия Венгрия Заняли Второе А немцы Заняли Третье И мы В общем-то По силам Нам И та И другая Сборная Немцы Чуть Помоложе Венгрия Чуть Поопытнее Ну В общем-то А вот В дальнейшем Я думаю Что конечно Мы должны Проходить Любую Из этих Команд А дальше Уже Будет Крайне Интересно Побороться В полуфинале С командой С победителем Пары США И Соответственно Китай Украин Ну что ж С вами был Владимир Добров До скорого Увидимся Продолжение следует